Всем добрый вечер, друзья, участники дорогие. Меня зовут Семья, я работаю в Астана Хаб. И сегодня мы проведем метап в формате разбора стартапов. Подключайте камеры, подключайте свои звуки. Так, я добавляю участников. Ну и, конечно же, разрешите мне представить наших наставников. Здравствуйте. Стоп, что-то дух пропал, у тебя нет? У меня тоже пропал. Или мы у них пропали, или они у нас пропали. Саня, Саня, не слышно тебя? Всем привет. Всем привет, привет. Сейчас, секундочку. У тебя этот за мьют стоит на микрофоне, Саня. Все, ребят, все слышно, да, меня? Да, теперь слышно. Здравствуйте. Здравствуйте всем участникам. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Саня Ян, я работаю в команде Астана Хаб. И сегодня мы проведем встречу в формате разбора стартапов, как вы уже знаете, метап. И давайте, разрешите мне представить наших наставников сегодняшнего метапа. Я Ержан Рыскалиев, сооснователь проекта Клокстер. Вот, Ержан. И Жан Достер Сумбаев, это основатель таких стартапов, как Той Драйвер и Сто Грам. Так, у нас еще люди подключаются. Всем еще раз здравствуйте. Вот, ну, этим ребятам действительно есть что рассказать. У них на самом деле большой опыт в привлечении инвестиций. Буквально в этом году Жан Дост привлек около 200 тысяч, да, долларов в инвестиции. Ержан в общей сложности, у него есть опыт привлечения, 340 тысяч долларов инвестиций. Вот, на сегодняшний день проект Клокстер масштабируется за рубеж. Это Юго-Восточная Азия и страны СНГ. Вот, ну, в общем, давайте еще раз поприветствуем наших наставников. Ержан и Жан Дост. Еще раз здравствуйте. Привет, привет еще раз всем. Всем здрасте, ребята. От имени Астана Хаб вообще я хочу, конечно, этим ребятам сказать отдельное спасибо за то, что согласились стать наставниками нашего митапа, за то, что выделили на свое время и за то, что согласились делиться своим опытом. Вот, спасибо вам, ребята. Ну, давайте... Да, не за что. Вот, я хотела объяснить, как у нас пройдет сегодняшний митап. Да, получается, у нас сегодня 10 участников, 10 стартапов, которые прошли отбор. На самом деле заявок было больше, поэтому я хочу вас всех поблагодарить за участие. И каждому из вас мы выделяем время, ровно одна минута, для того, чтобы вы презентовали свой проект, коротко, да. И в этот момент вы можете на экране продемонстрировать свою презентацию, да, которую мы попросили вас заранее приготовить. Вот, далее в течение трех минут наши наставники будут задавать вопросы. Ержан с Шандосом, вот. В течение трех минут будет такой диалог касаемо вашего проекта, ну и после этого вы получите оценку, фидбэк от наших наставников по вашему проекту. В общем, вот так вот. Ребята, есть вопросы? Демонстрацию экрана знаете, да, как включать? Ну, питчдек свой приготовили, да, как бы, там есть кнопочка демонстрации экрана, вы можете потом включить, показать, а потом надо будет его отключить, чтобы могли вас видеть, чтобы и другие люди могли вас видеть. И вот приготовьтесь примерно, посмотрите, где у вас находится презентация и где эта кнопка, чтобы сейчас, когда мы пойдем, сразу же пичиться, чтобы времени это не занимало у нас у всех. И большая просьба. Одну секунду, Ержан, смотрите, самое важное, минута дается, Саня будет засекать, получается, после минуты будет вас обрубать, то есть не успели, значит, плохо подготовились по минутному питчу. Три минуты ровно на вопрос-ответы, то есть вопросы будут с нашей стороны, и отвечаете вы, получается, все. То есть четыре минуты на один стартап, переходим к следующему этапу. В конце, получается, когда пройдемся по всем стартапам, у нас будет еще 10 минут на общие вопросы, ответы уже в нашу сторону. Окей, все, Ержан, перейдусь. Да, у меня вопрос о видеоролике, можно ли использовать в презентации? Да, ну вы сможете его проиграть, да, пробовали, прогонялись? Прогонялся, да, вроде все окей, слышно, все нормально. А по хронометражу? Минута? Да, минута. Отлично, да-да, не проблема. Как у вас это было, то есть жеребьевка или по дате заявки? Саня, а как вы будете первого человека запускать? Давайте так, у нас еще есть два участника, которые только добавились. Я думаю, давайте я коротко еще раз объясню условия нашего этапа, чтобы не было вопросов, да, хорошо? Так, всем еще раз добрый вечер. Я рада, что вы сегодня участвуете в нашем этапе. У нас сегодня два наставника, это Ержан Раскалиев и Жандос Трусымбаев, в целом вы по анонсу их знаете. Ребята сегодня согласились принять участие в качестве менторов, да, и разобрать ваши проекты. Каждому участнику у нас сегодня 10 стартапов. Мы даем одну минуту ровно для того, чтобы вы рассказали о своем проекте. Если будет больше одной минуты, я, к сожалению, буду вам показывать вот так вот и отключать вам звук, да. Но я надеюсь, что такого не дойдет. Вы сами за одну минуту, я надеюсь, уложитесь, и не будет такого, что мы вам будем включать звук. Так, во время вашего питча вы можете демонстрировать свою презентацию на одной странице, да, которую мы попросили вас подготовить заранее. Вот, я буду тогда, получается, согласно вот списку, буду называть ваши имена по очереди, да, и вы будете презентовать свой проект. Также наши наставники будут задавать вам вопросы в течение трех минут по проекту. Вопрос-ответ будет три минуты после презентации, и далее уже идет оценка от наших наставников, от наших менторов. Вот, получается, сразу же вы презентуетесь, вопрос-ответ и оценка, хорошо? Есть вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Просто у многих нет звука, я думаю, вы же можете сами, да, подключить звук? Или я вам отключила все? Нет, нет, можем, вопросов нету, все нормально. Да, я надеюсь, я никому не отключила звук, поэтому, ребята, если все понятно. Конечно, здравствуйте. Я никогда не выводила рисунок, ну, в смысле, картинку на... Ну, давайте так, если у вас не будет получаться, ничего страшного, давайте просто можете тогда презентовать, да? Я думаю, наши наставники не против, да, Ержан? Нет, ну, мы дождемся, пока вы разберетесь с кнопочкой, и будем подсказывать. Мы, знаете, мы все, честно, вот на уровне таком вот любительском зумом пользуемся, поэтому ничего страшного, я думаю. У нас в условиях нынешней реалии, я думаю, это нормально, что... Да, мы сейчас не на официальном каком-то вебинаре, поэтому спокойно, расслаблено, в дружеской обстановке, ребята, нормально. Это такая неофициальная встреча, нестаря на то, что у меня такой микрофон официальный, на самом деле встреча такая должна пройти. Я надеюсь, что она будет вам полезна, в первую очередь, во-вторых, интересна, и что вы получите такой, не знаю, толчок для работы там дальше, да, не знаю, фидбэк, о ваших проектах. Так, ну давайте тогда начнем, если вы не против, да, все готовы? Я смотрю, в принципе, у нас все подсоединились. И давайте, согласно вот нашему списку и регистрации, первым у нас презентует свой проект Саинов Заманбек. Так, Заманбек здесь, на месте? Так, давай следующего сразу по списку. Давайте, Жусакинов, Ерсултан. Да, Ерсултан здесь. И все остальные попрошу этот микрофон на мьют ставить, то есть если не выступайте, то на мьют ставьте. Хорошо, ребята? Так, я вот пробую организовать именно, сделать демонстрацию. У меня написано, что она отключена именно администратором. Так, я могу настроить, да, получается? Вы там галочку поставьте, чтобы участники могли делать демонстрацию. Так, сейчас, секундочку. Я могу вас делать с организатором, тогда, получается, вы сможете, да, правильно? Давайте так, ага. Давайте так вот. Все, я вас делаю с организатором. Все, можете начинать. Мой экран виден всем? Да. Так, отлично. Все, начинай. Да, Call to Action. Это сервис умных звонков с искусственным интеллектом или Siri для вашего бизнеса. Мы помогаем оптимизировать ваш бизнес-процесс, умеем продавать, уведомлять, поддерживать клиентов, информировать и опрашивать. Чтобы не быть многословным, есть видеопрезентация. Сейчас я ее включу. Чина, дай ручку, пожалуйста. Вам слышно, да? Да, слышно. Как грузится. Секунду. Только что-то он грузится, да. Я не знаю, почему. Интернет вроде окей. Так, у меня видео все полностью тормозит и звука нет. У меня то же самое, просто это... Рисуслан, надо было его скачать? Да, да. Есть на YouTube. Обычном ленте. Попробую без наушников сейчас. Тем временем, звонки совершаются без его участия и продажи ежесекундно идут вверх. Вы спросите, как? Привет, меня зовут Рисуслан. Я являюсь основателем сервиса Call to Action. Наш сервис, используя ваш голос, может информировать, продавать и отвечать всем вашим клиентам. И все это без вашего участия. Легкая интеграция с любым сервисом. Понятные отчеты в личном кабинете. Для того, чтобы попробовать сервис Call to Action, жми кнопку «Подробнее», оставляй заявку и получи пробный период бесплатно. В принципе, все. Рике, бизнес... Или, Рисуслан, вы добавите еще что-нибудь? Ну, если время есть, да, добавлю то, что это выгоднее, чем использовать человеческие ресурсы, потому что все-таки автоматизация и искусственные проекты там намного быстрее и проще. Первое, мы помогаем компаниям уменьшать себестоимость именно сотрудников. Второе, повышать конверсию в любых продажах или информировании в лояльности. И с правой стороны здесь у меня есть кейсы, просто у меня не видно, что мы умеем. Ага. Самый основной вопрос сейчас – результаты для компании какие? То есть какие проблемы? Вот сейчас я вижу, что там люди тратят кучу человека, часов собственных на человеческие прозоны. Теперь получается, то есть избавляется от прозонов. Еще какие плюсы есть, помимо этого? Плюсы еще какие? Ну, например, это скорость. Если взять одного менеджера, то он может звонить максимум в день 200 звонков. Наш сервис может звонить до 40 тысяч звонков в час. Это во сколько раз больше, чем? Так, это около 200-300 раз быстрее. Второй момент. Еще можно сделать замену голоса роботу. И, соответственно, если у вас продукт, допустим, какой-то инфа, допустим, занялась обучением, мастер-классами, то можно записать ваш голос и использовать его в рассылке. И тогда люди будут думать, что сам спикер зовет на этот мастер-класс. Конверсия больше. Вот здесь вот получается, ну, в ролике, я не знаю, это было показано, может быть, я упустил. Но вот это как раз-таки показать разницу, что там в 200, там, сколько-то раз больше звонков делает, чем человек. Это важно показать, потому что, ну, то, что автоматизировано классно, а, то есть, какой в итоге результат для меня, то есть, в этот момент пропускается как будто бы. То есть, мы же сейчас говорим о минутном питче. То есть, должно зацепить так, что, там, наша система позволяет, там, делать, там, в 100 раз звонков больше и качественнее, чем это делает ваш один продавец. Или, там, чем ваши 10 продавцов, типа такого. То есть, чтобы у меня вот эта вот ценность в голове осела сразу. Ну, слышал. Спасибо, да. Да, видеоролики, наверное, с видео, там, действительно, не очень. Верс, скажите, вы говорите, конверсия улучшается каким образом? А, подожди, секунду. Вы говорите, улучшается конверсия каким образом? Во-первых, то, что скрипт один, и, соответственно, у робота нет возможности, там, отойти от скрипта. Например, если дать один и тот же скрипт менеджеру, он, скорее всего, его воспроизводит, там, в разных форматах, в зависимости от настроения, настроек работе. А если линия разговора идет не по скрипту? Да, да. Если идет разговор не по скрипту, то робот уже обратно перенаправляет данного клиента на скрипт. Допустим, если клиент сказал что-то другое, ну, например, да, там, звонит, не знаю, там, строительная компания, а клиент говорит, я хочу заказать пиццу. И в этот момент робот говорит, извините, я вас не понял, пожалуйста, повторите, потому что я являюсь виртуальным помощником. А это не отпугивает клиентов? В принципе, нет. Если именно диалог длится с клиентом до полутора, максимум двух минут, это не отпугивает, а наоборот, как бы, улучшает. Конечно, если аудиоролик или там разговор идет... Тогда говорите так, вы помогаете бизнесу, какому бизнесу? Бизнес разный же. Допустим, мой продукт не продать за полторы минуты. Здесь у нас B2B ниша, мы подходим для разных компаний, если брать крупных, у нас уже кейсы есть, это Технодом, это Рахмет, это Авиата, сейчас ведем переговоры, это компания ТО, Ваш Домофон, которая обслуживает все домофоны по Казахстану. А если брать средний бизнес, то это доставка еды, это разного рода фитнес-залы, салоны красоты и так далее. Это все уведомлять, да? Это все уведомления, опросы, поддержка, продаж. Я почему это говорю, потому что мне уже банк так звонил, как только я понимаю, что это робот, я кладу трубку. Да, да. Поэтому я говорю, это не отпугивает Ваших клиентов. Потом то, что Эрике говорит, да, во сколько раз это лучше, то есть это лучше, окей, на сколько раз это важно, вам надо фитч отражать, мы лучше там рисовать сразу и так далее. Вопрос такой, да, сколько клиентов не услышал, то есть у кого-то уже работает это, было указано, да? Да, в системе зарегистрировано уже 100 клиентов, именно активных пользователей уже 30. А средний чек какой? Средний чек 150 тысяч. 150 тысяч – это подписка? Да, это, ну как, это баланс на телефон, как кажется, да, получается, клиент оплачивает 150 тысяч, и он уже в личном кабинете у себя видит. Например, он сегодня разослался там 100 клиентам, и он видит, что со 150 тысяч там 5 тысяч потратилось, все остальное осталось. То есть балансовая получается бизнес-модель, и 30 клиентов получается в Казахстане, да? Да, они все в Казахстане, активно пользуются, делаются растениями. Зарабатываете? Как сейчас? Вы зарабатываете? Да. Вы доходные, да? Мы уже прибыли, да. Так, окей. Ну, смотри, тогда давай этот, Джеки, подытожим, да, коротко. Получается, не указаны были результаты, то есть во сколько раз ваш продукт там лучше или хуже, ну, разумеется, лучше там тех конкурентов, плюс того, что у вас используется уже в компании. Потом бизнес-модель, получается, то есть не показано было. То есть сегодня, по сути дела, день питчей, то есть мы, по сути дела, выступаем в роли, там, потенциально, там, скажем, предположительных инвесторов, которые за минуту, там, в лифте встретились, и вы им питчите, сейчас рассказываете. Не указано, получается, сколько сейчас, какой трекшн есть, получается, сколько зарабатываете в месяц, там, MRR можно показать, какая бизнес-модель. И сколько, и какие клиенты. И, Джеки, у тебя было, получается, по качеству, получается, как ты сказал правильно? Он говорит, мы улучшаем конверсию, каким образом? Да, вот, каким образом улучшается конверсия. То есть это как раз тоже относится к результатам, то есть, точнее, насколько эта система лучше, чем то, что у них сейчас есть. Хорошо, спасибо. В конце, кстати, вот, когда мы закончим, я, в принципе, могу в пример привести, и, Джеки, то есть мы коротко можем рассказать, что мы делаем, получается. То есть приблизительный пример того, как это в минуту, там, рассказывается. Есть определенный даже скрипт, скажем, его можно будет потом записать, либо мы можем после скинуть, по которому минутная печь готовится, просто короткие, где все указывается. Так, хорошо, спасибо, Ирсултан. Спасибо большое, да, давайте чуть-чуть будем. Быстрее. Так, колдувачный проект. Так, следующий у нас участник, это Сауле Ситимбетова с проектом Янбек. Сауле, еще раз, здравствуйте. Сауле. Сауле, по-моему, здесь, да? Здравствуйте. Сауле, здравствуйте. Давайте я вам тоже так же дам доступ, делаю с организатором, чтобы вам было удобнее. Вот. Так, ну, время прошло, давайте чуть-чуть укладываться по времени, потому что все должны успеть. Платформа называется Янбек. Мы делаем сайт, который помогает студентам всего мира в поиске работы по всему миру за счет заполнения резюме в едином мировом каталоге студентов. Ну, сейчас приходится звонить, писать в разные компании, молодым людям тратить на это время нервы. Наше преимущество то, что вот это единый каталог, это единая база данных и смешная цена подписки – один доллар в месяц. Каталог также поможет студентам планеты наладить прямое общение друг с другом. То есть я хочу сразу сказать, что та презентация, которую мы вначале прислали в Астана Хаб, она уже изменилась с учетом того, как мы с трекером работаем. Вначале мы хотели сделать национальную платформу, потом изучили, посмотрели, это все завязано на государство, это персональные данные, восстановление личности, это пенсионный фонд, это очень много таких персональных данных, которые связаны, в общем-то, могут быть потом еще и с криминалом. Мы не захотели с этим связываться, решили создать такой примитивный-примитивный сайт, самый простой, чтобы любой самый бедный студент в Африке или там в Афганистане мог позволить себе за один доллар вот свой резюме туда выставить и где-то претендовать, может быть, на какую-то работу в какой-то стране, может быть, если он подойдет. Вот, ну и такие профессиональные контакты между студентами, допустим, одной специальности по всему миру. Программисты между собой, юристы между собой, филологи, культурологи, мне кажется, это будет интересно. Окей. Так, у меня сразу первый вопрос, Савлея. Из всего питча не услышал, в чем секретное слово заключается, в чем основная фишка перед конкурентами. То есть сейчас подобных сайтов очень много, приложений различных по поиску работы и так далее, по всему миру абсолютно, то есть и фрилансовские темы, и типа Upwork и так далее, но у вас получается, ну, каталог, который, по сути дела, повторяется то, что и другие делают, да, то есть, ну... Мы хотим сделать мировой каталог студентов первый. Я просто была на одной встрече евразийской по музыкантам. Они пожаловались, европейцы, на то, что нет единого каталога по всему миру. С каждой страной приходится терять время, деньги, нервы. Если бы был такой единый каталог, допустим, только по музыкантам, это бы облегчило работу на фестивале. Я оттуда это переняла и сюда, вот, на студентов. Да, смотрите, тогда, получается, вы должны были это отметить следующим образом. С учетом определенных запросов от определенных компаний, которые ищут студентов, там, я не знаю, вы можете привести пример, там, допустим, определенной организации, которые ищут студентов, там, в каких-то странах, и у них всегда, там, запросы, там, равняются, там, тысячу в месяц. То есть вы показываете, что есть такая боль. Ввиду этого, там, требуется иметь такую платформу, то есть на текущий момент такой и нет. То есть вы, как бы, боль не описали, то есть вы говорите, что нету мирового каталога, а нужен он или нету. То есть вопрос в этом, как бы, боль есть, как бы, на то, чтобы нужен был мировый каталог. Савалер, Ирики говорит про рынок. Мы не говорим про весь рынок, который продает. Нет, я сейчас больше про боль. В чем заключается основная причина создания мирового имена, в чем заключалась боль. И эту боль как-то расширить можно в цифрах. В день, допустим, ежемесячно или ежедневно поступает столько-то запросов от международных компаний на страны третьего мира по поиску студентов. На них столько-то запросов приходит, не отвечает 90%. И ввиду этого, получается, есть необходимость создать платформу. Подобного рода есть какая-то статистика? Нет, мы по-другому работали. Как вы боль эту решали? То есть как она возникла? Вот возникла как раз-таки, когда мне директора вот этих фестивалей вот эту боль обозначили. Ну, первое, это по музыке, второе, это по кинофестивалям, то же самое сказали. То есть можно будет в будущем создать такой же каталог и по актерам партий. Это же может быть 0,1% от всего рынка. 0,01% может быть от всего рынка. Надо понять, сколько таких запросов. Если у всех такие же боли, да, тогда вы создаете и потом уже боретесь за механику, почему у вас механика лучше и решает этот вопрос лучше. В том плане, что, представьте себе сейчас, даже не говоря о каких-то больших сайтах, есть даже чат-боты. Просто вы пишите, что вы хотите, какая работа, он вам отвечает. То есть он даже намного быстрее, скорее всего, работать. Этот чат-бот, этот сайт не может завоевать один город, одну страну, а вы сразу хотите на мир. Да, мы хотим подключать международную организацию с учетом того, что опыт работы в международных структурах есть. Это можно сделать социальный проект через Венеско, через ООН, предложить как бы всем министерствам, как получается, и труда, и образования, чтобы вот такое создали и на весь мир, мировой проект такой создали. А это бизнес или социальный проект? Мне кажется, здесь можно все смешать. Сделать такой мир государственно-частный. Савле, смотрите, у нас получается сегодня сессия питчей, получается питчей, это когда вы выступаете перед инвестором, инвестора нужно зацепить. То есть для инвестора самое важное, для него, то, что вы делаете, это сколько этот денег принесет ему через год, два или три или пять. Все начинается с того, что вы описываете какую-то боль. Вы говорите, что в мире существуют, допустим, такие-то запросы, допустим, от определенных организаций, с которыми вы работаете, их там тысячи. Каждый запрос, допустим, они за него платят там вручную, там, скажем, по 500 долларов. То есть ежемесячно тратится там столько-то денег на то, что находились студенты. Мы хотим это автоматизировать, потому что… То есть задача сегодняшней сессии – это помочь вам правильно структурировать свой диалог с инвестором за одну минуту. То есть обычный инвестор не любит долго слушать, им нужно прийти там, и вот поэтому называется elevator pitch, то есть одноминутный. То есть когда нужно быстро прийти ему, рассказать суть, чтобы его зацепило, чтобы он понял, чтобы вы могли потом контактами обменяться и потом уже ему детально рассказать. Получается, сейчас вам нужно будет обязательно расписать, получается, в чем состоит боль, то есть какие проблемы вы решаете, в чем фишка основная, как раз-таки Жандос спрашивал, в чем механика ваша, чем вы лучше, чем остальные конкуренты, которые у вас сейчас есть. Потом обязательно нужно рынок расширить, то есть на какие, то есть вы говорите по всему миру, конкретные рынки и конкретно показать объем его. То есть там столько-то студентов, столько-то запросов, и потом показать на фоне этого его, получается, бизнес-модель, что ваша бизнес-модель такая-то, вы собираетесь зарабатывать таким-то образом. Если это просто социальный проект, то инвесторам это уже неинтересно будет, если это только, конечно, не какой-нибудь всемирный банк, который социальный проект откладывает, да? Мы посмотрели там 207 миллионов студентов по всему миру, ну и получается миллионы работодателей, в принципе, работодателями могут выступить любые люди, даже домохозяйки, может быть, даже присматривают за стариками или там за животными, пожалуйста, можно вот этих студентов тоже нанимать по всему миру. Да, сори, еще один такой момент, Ембек, насчет названия, кстати, надо его посмотреть, потому что Ембек КЗ тоже существует. Мы переименовали его в Join, присоединяйся, оно в английском будет. Хорошо, все, в принципе, у меня все. Все, я тоже. Давайте, к следующему. Сауле, спасибо вам. Спасибо вам. Опять же, напомню, что у нас есть лимит, и следующий выступает Ембек Бауржан, у него проект, это интернет-магазин со встроенным конструктором для создания собственного набора на клее. Да, Бауржан, правильно? Прочитала. Бауржан, вы здесь? Да, как проект называется? Плохо слышно, Бауржан. Стипмейкер, это интернет-магазин. Стипмейкер. Так, Стипмейкер, да? Стипмейкер, а, да. Бауржан, вы здесь? Что-то я вот не вижу. Можете мне разрешить? Да, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, я вас не вижу. Чего-то. Сейчас, секундочку. Почему-то я найти вас не могу, Бигжан. Да, 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 вот я просто... А, вы Бигжан, да, правильно? Да, да, да. А, ну все тогда, потому что я вас не вижу. Я даже не слышу, откуда идет звук. Сейчас, секундочку. Так, я сделаю с организатором. Все, давайте тогда, Бауржан. Все, да? Да, извините просто. Вы бы сказали, что вы как Бигжана выступаете. Да, я забыл просто. Вот, время пошло. Так, меня зовут Бауржан, я с ним на скет. Проект называется «Степмайкер». Это интернет-магазин со встроенным конструктором для создания собственного набора наклеек. Наподобие всемайки.ру. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это работает. То есть, пользователь открывает и будет стоять формат А4, на который пользователь может изображать свои собственные изображения любые, вот как тут представлено. И таким образом он будет совершать... Он может создать собственный набор полностью, и эксклюзив. В этом наша главная фишка, то что другие магазины, особенно зарубежные, предлагают одну наклеку за 5 долларов. А тут можно загрузить свои изображения, можно с других сайтов скачать, сюда же загрузить и получить за 3 тысячи тенге целый полноценный набор. Это экономит время клиенту, это экономит ему деньги и делает его эксклюзивно. Запускался наш проект два раза. В первый раз без особого пиара, чисто внутри города, школы. Я был учеником 11 класса, тогда я запустился. Тогда было около 500 заказов за весь период первого запуска, а во второй раз мы хотели запуститься более масштабно после карантина. То есть, во время карантина мы спроектировали проект, и с проведением рекламы маркетингового хода, теоретически, наша гипотеза подтвердилась. За неделю нам написали 80 человек, оформили за 500 телеграмм, когда телеграмм будет запустили. И мы хотели заказать в институте, и телеграмм перешло 52 человека, актив состоялось 734 человека. И по моему мнению заказов было 14. То есть, для нас это было такой... Еще плюс нашего проекта в том, что мы целенаправлены на B2C и на B2B. То есть, мы можем еще за стикер-брантированием других компаний, допустим, нам представить какой-то стикер-паки для Сулпак. И таким образом это будет такой маркетинговый ход для них. Спасибо большое. Подскажите еще раз краткое УТП. Вот вам надо ваш продукт сказать в одном предложении. Как вы сказали это? Интернет-магазин со встроенным конструктором для создания собственного набора на клик. На клик? На футболку или не обязательно? На одежду, может, да? Или не обязательно? Нет, просто на клик. Стикеры, просто на стикеры. Окей, Рикин, начинай. В принципе, вся структура понятная. То есть, бизнес понятный. То есть, есть футболки, есть стикеры. Есть конструктор по стикерам с выбором фотографий и так далее. Есть возможность также будущим привлекать B2B-сегмент на то, чтобы они платили за то, чтобы их стикеры там... То есть, продавать свои стикеры, я так понял, правильно? Что мне не понравилось больше всего, тут есть, допустим, тот же самый, как они там, майки.ру, да? Как они правильно называются там? Как называется российский? майки.ру? Ну, это сайт, они только делают принты на футболке, а мы делаем чисто стикеры, только наклейки. Там, допустим, на ноутбук приклеите или еще куда-то. А, так у вас, на ноутбоке, а не на футболке. А, в экономии на стикеры. Да, теперь... Да, на ноутбоке там... Да, теперь вот то же самое замечание такое, так скажем, в Сауле то же самое, то, что я говорил. Показать в виде боли, да, то есть, какая боль сейчас на рынке есть. То есть, есть там определенное, скажем, поколение людей, студентов возраста такого-то, который ежедневно или там ежемесячно закупает там стикеры. Я вот видел, например, в салонах красоты парикмахерские закупают различные стикеры. То есть, на них есть определенный спрос. Вы говорите, что там ежемесячно закупается там 10 тысяч стикеров, допустим, там, общим объемом суммы, допустим, там, столько-то. Там, проблема доставки или чего-то. То есть, объясняйте, какая там проблема есть. Там, ну, вы же сейчас, вы же что-то новое делаете, правильно? Вы хотите инвестора убедить, что ваше решение лучше. Вы говорите, что там, то есть, вы должны сказать, чем именно ваш подход лучше, чем просто пойти в магазин и купить стикеры или заказать с Алиэкспресса, допустим. То есть, у вас там есть, по-моему, один плюс, это то, что можно сделать свою конструкцию, но непонятно, сколько это обойдется человеку в итоге. То есть, для человека это обойдется там два раза дешевле и в три раза быстрее, да. То есть, вот это нужно было показать. То есть, этого нет. Потом, стадия, где вы сейчас находитесь. То есть, это стадия идеи, это у вас уже есть прототип какой-то, вы уже отработали какие-то продажи, какие-то метрики вы уже называли, да. Там, 30 активных продаж, что ли, сделали, да, таких. Сколько там у вас было? Да. Да, можно было бы вот это вот не расшивать полностью детально, что там у вас, там, столько-то лидов было и так далее. Просто продали там 30, заработали на этом столько-то, допустим. Предположительно, объем рынка там, я не знаю, если на Казахстан чисто ориентируйтесь, там, на ближайший год, там, столько-то. Планируем сделать столько-то продаж, нужно на это столько-то денег. То есть, короткий elevator pitch, по сути дела, для меня в этом состоит. То есть, важно прийти, объяснить свою боль, сказать, как вы ее решаете, чем вы ее решаете, то есть, секретное слово-своё. Бизнес-модель сказать, сколько вы, как и сколько вы на этом зарабатываете, рассказать, какой рынок, сколько вы денег в итоге с этого можете сделать на рынке Казахстана, скажем, там, ну, хотя бы за год, да, там, или за два. И какие-то метрики там, если есть, то есть результат, если уже что-то продали, потом говорите, сколько-то бабок мне нужно, все. В минуту нужно это уложить. Вот мне тоже сторона бизнеса интересует, условно, есть там сравнение было, полторы тысячи рублей у россиян, у нас это стоит штуку. А вы сколько зарабатываете? Может быть, вы за штуку делаете, и ничего не зарабатываете, а россияне как раз-таки эти 500 рублей в карман вложат. Соответственно, ваш бизнес через какое-то время заканчивается бензин. Почему вам это дешевле обходится? Потому что мы на 4 варианта это распечатываем на самокляющей бумаге и вырезаем. Потом ставим на цену, то есть цена идет чисто за эксклюзив, а то есть и клиент согласен, для них это оптимальная цена по сравнению с другими. И плюс это нам дешевле обходится, и мы выходим в плюс. Вы уверены, что это вам дешевле обходится, чем россиян? Скорее всего, да. Просто дешевле продавать не значит, что лучше. То есть конкурировать только в цене, это тоже неправильно. Кто из вас там здесь сидящих, в самой дешевой футболке, которая есть на рынке? Никто, да? Никто не покупает самый дешевый. Если вы говорите, да, мы тогда дешевле, вы тогда говорите, допустим, мы прикрутили такую-то механику, у нас такой-то конструктор, который удешевляет труд, с учетом этого мы там в два раза выгоднее, в три раза быстрее, рынок у нас в столько-то раз больше теперь, чем это было, допустим, даже 10 лет назад. Почему вы сейчас говорите, что это вот новое, и никто туда не пошел? Мы оптимизировали это при помощи технологий. Тогда вы непосредственно про свой продукт и неконкурентное преимущество про него говорите. То есть это в минуту то, что Ирика говорит. Да, вот это, конечно, то, что вы говорите. Короче, мы запилили такой продукт, но такой есть у России. Вот вы начали вот так. В принципе, у меня все. Я надеюсь, понятно то, что мы рассказали. Нужно максимально сокращать. То есть меньше воды, больше точных данных конкретно, и в конце запрос конкретный там, сколько вам, допустим, денег нужно будет, если ищите деньги. А сколько вам денег нужно? Кстати, да. Почитали в среднем, типа, 18 миллионов, то есть для организации залога такого, чтобы распечатывать, у человека было графические мантовые наклейки. То есть намного качественного. Да, совет такой-то, кстати, когда просите деньги, вот, допустим, должно быть так, еще 18 миллионов в тенге на год, чтобы повысить оборотку, там, через год, там, на сумму, скажем, 20 миллионов в месяц. При чистой выручке, допустим, столько-то. То есть, когда вы говорите, что там 18 на тот завод, там, это неинтересно. Он будет бабки считать, сколько ему, там, через год это будет приносить, или через три, допустим. То есть сразу говорить, 18 миллионов на то, чтобы заработать через год, допустим, 20, то есть к оборотке 20 миллионов в месяц. То есть к общему, там, баловому обороту годовому прийти, там, 240 миллионов. То есть на это ты 18 ищешь. То есть в итоге ты деньги ищешь на то, чтобы делать больше денег. То есть к этому сразу переходить, так как у тебя одна минута. 18 миллионов на то, чтобы сделать нам сколько-то. Спасибо большое. Если можно, мы продолжим. Следующий участник – это Ербатыров Осет. Осет здесь, да? Я, если честно, не вижу. Может, вы тоже под другим именем зашли? Нету? Если нет, тогда давайте продолжим. У Жасупова Динара. Динара здесь? Динара. Проект «Центрское рачтение». Так, Динара. И вначале я стою, но в Заманбек случайно не подключился. Очень странно. Все эти люди отправляли заявки. Всем были отправлены приглашения. Так, если нет, давайте продолжим. Алмаз Ахмеджанов. Проект «Work to be the». Алмаз, я вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сейчас вам. А, нет, можете не давать. Я пробовал подключиться. Мой ноутбук не подключается к «Work to be the». Я, получается, использую свой телефон на данный момент. Могу показать лишь картинку. А как называется? «Work together». «Work together». Ага. Так. Ну, давайте я начну у вас в проекте. Меня зовут Алмаз. Моя идея называется, то есть она сейчас на стадии идеи, называется «Work to be the» и является, по сути, платформой взаимодействия с доказчиком и с исполнителем. Моё приложение больше упирается на наём нового сотрудника. По сути, работа HR-отдела с большим диапазоном действий и большим выбором для работы на каким-то определенным проектом. Либо для работы в компании. Все компании ведут поиск отходящих людей, и неважно, откуда они. Главное, что они умеют выполнять определенные задачи. Так вот, что если эти задачи поставить на первый план и в поиске людей в команду? Если сделать транжирование людей по умению разговаривать по одному языку, по умению работать с программами, как Java Speed, PowerCore, дизайнерскими предложениями и так далее, то есть потенциальный сотрудник будет указать не своё проработанное время, не свой опыт, а свои умения, за которые он фактически мог ничему не научиться, то есть за время, которое он работал, он мог ничем не научиться. А умения, они именно сами ценятся. Умения поработать по определенным программам и показывать на уже выполненных проектах, либо готовых примерах, определенные умения, которые необходимы компании в данный момент. Для компании, которая хочет набрать сотрудников, откроется весь сектор людей с узконаправленными умениями, которым необходимы без дополнительной потери времени и ресурсов на поиск подходящих и умелых членов команды. К тому же, так как передвижение людей ограничено не только вирусом, но и границами, финансами, временем, профессионалы своего дела необходимы всегда, то есть в особенности крупных компаний. А узконаправленные специалисты могут проявиться в самый неподходящий и неожиданный момент. У вас, если у вас нет знакомых, либо людей, которых вы знаете, которые могут выполнить работу, вот вы можете забить, допустим, определенную задачу, которая вам нужна, и найти их у всех специалистов, которые умеют это делать. Дополнительная функция компаний, которые будут нанимать данных специалистов, смогут их оценивать по выполненной работе, оценку которых смогут увидеть другие компании при найме этих людей. Также в качестве резюме можно создать раздел, где вместо резюме будут находиться готовые и выполненные работы данного специалиста с характеристиками, нанимающими его раньше, либо просто оценкой от него. Каждая компания... Стараемся во время уложиться уже, по идее, минута прошла. Минута прошла, да? Да, давайте расскажу о стоимости. Мне необходимо получать несколько специалистов для работы над проектом. Это бэк-энд-разработчики, фронт-энд-разработчики, дизайнеры и юристы для начального этапа. По финансам для разработки необходимо от 45 до 70 тысяч долларов, срок разработки от 5 до 8 месяцев. На первый год создания проекта рассчитываю на количество пользователей в 11 миллионов, с дальнейшим увеличением до 2 миллиарда в течение 10 лет. За счет того, что все люди, которые пользуются сейчас всеми предложениями, как HeadCenter и другими, будут пользоваться данным предложением. Амаз, вы как это... Скажите, вот вы на все боли наступили. Чувак должен так работать, он должен так. Когда он говорит, что он поработал там-то, никто не может проверить этот опыт и так далее. Ну, на всевозможные боли наступили. Вы тут при чем? Данное приложение будет... Я первый раз услышал, что это приложение, кстати. Вы не сказали, что это система, сайт, продукт... Я сказал, что это платформа. Платформа, которая будет работать на основе приложения. Окей. Механика какая? Как вы решаете больше? То есть люди будут указывать свои умения. То есть, допустим, если вам необходимо, если вы являетесь разработчиком игр, допустим, и вам нужны дизайнеры, которые умеют рисовать, допустим, орков, ну, как, к примеру, говорю. И вам нужны именно дизайнеры, которые умеют это рисовать на определенном уровне. То есть, уровень 4, там идет, есть подразделение. То есть, на каком уровне умеют рисовать, то есть, насколько дизайнер хороший. И, допустим, вам нужно именно... Вам нужно огромное количество людей. То есть, допустим, вам нужно нарисовать 500 орков, и вам нужно, получается, примерно на это 10 дизайнеров. Вы можете просто указать количество, 10 дизайнеров, которые умеют рисовать, допустим, эти корков на таком уровне. И просто люди, которые со всего мира умеют именно это делать, они будут у вас в списке. То есть вам не нужно искать... Скажите мне, как клиенту, вот я ваш клиент, увидел вас в интернете, условно, я ищу работу, увидел вас в интернете, там есть две строчки. Первая заглавная, вторая идет вспомогательная. Как вы вместите туда, чтобы я туда зашел? Вот коротко. Вы же не сможете ему сказать, так, вы туда кликните, а потом выйдет вот это, а потом вы кликните вот это, а там как раз 10 их увидят. Просто коротко, у ТП. Почему я туда должен зайти? Вот я ищу работу. Если вы именно тот человек, который ищет работу, то вам необходимо будет заполнять свою... Заполнять, это для меня работа. Понимаете, я вас в интернете увидел, вы говорите, заполните свои данные, то-то, то-то, до свидания. Я уже ухожу дальше. Я ищу работу, я не хочу что-то заполнять, регистрироваться, логиниться, через там почту это проверять, отправлять. Это очень сложно. Поэтому вы меня конечной целью берете. Условно, если ты там зайдешь вот это... Как вам сказать? 100 тысяч работ для тебя. Данная система будет работать как LinkedIn. Вы постепенно заполняете чувствую базу данных. Опять, это заполнение, это работа для меня. Вы меня уже отпугиваете. Самое главное, самые большие клиенты, это работодатели. То есть, я рассматриваю как больших клиентов именно тех, кто ищет людей. То есть, им необходимы люди в разное время и они необходимы постоянно. Это очевидная вещь. Это знаете, это как хайфгард, преемственность, непонятно, не измерить, ничего не сделать с ним. Преемственность здесь, фиг пойми, как это измерить вообще. Мы преемственны или нет? Точно так же, вы просто какие-то общие боли говорите. И поэтому я вам прошу, кстати, направленно, потому что вы говорите там, все работодатели, вы не можете на всех работодателях работать. У вас будет там дизайнер 10 уровня, они будут там по уровню разделены, а есть токарь 7 разряда. Вы как продукт не сможете под каждого выделить новые разряды там со своими специфичными требованиями. Это очень сложно. Надо на кого-то работать. Может быть, вы чисто работаете на веб-дизайнер, условно. Поэтому вы говорите там, онлайн-платформа для поиска работы для онлайн-дизайнера. Или для любых работ мира так не получится? Нет. Там нужно будет делать, получается, каждый вид работы, каждую деятельность. Нужно будет делать фильтрацию. То есть фильтрация по видам, по задачам. То есть каждый... То есть человек, если вы компания, компания, которая не нуждается в людях, вам нужны люди с определенными умениями. То есть вы не будете все режимы... Это опять-то общее описание. Для этого есть HeadHunter. Для этого есть Freelance.com, да? Freelance. У вас механика чем лучше, чем у них? Почему я должен их откласть, отставить и зайти к вам? Более подробная фильтрация будет умение, задачи, выполнение. Фильтрация... Я захожу, чтобы не кого-то фильтровать. Я захожу, чтобы кого-то найти. А фильтровать для меня работа. Если бы вообще там... Вы мне за руку приводили и в офис сажали, мне вообще никакая система не нужна была. условно, я, конечно, моя цель для того, чтобы я кого-то нашел. Вы мне говорите, заполни, забей, отфильтруй, сделай то, сделай это. Я еще к вам даже не привык, к вашему логотипу. Я ничего не знаю. Вы уже на входе, сделай то, сделай это, сделай это. Для чего? Мне всегда хочется в конце спросить. Вы должны говорить, там, за три минуты найду лучшего специалиста с доказанным опытом. Все. Вот для этого я могу зайти. Отфильтруй, заполни, забей, это труда. У вас спасибо большое. Так, у нас время. Да, у меня еще такой момент, обязательно вопрос. Принципиальная разница вот между сервисами Upwork, Freelancer и TopTal. То есть, я так понял, вы собираетесь делать копий и кат этих сервисов, которые, кстати, тоже уходят в глубину. То есть, вы там пишите, что вам нужно, то есть, какие умения, получается, отправляете. И самый большой плюс, который они предоставляют, особенно вот Upwork, это то, что у них есть специальный инструмент, который скринит работу и подтверждает их. Плюс они являются медиатором удержания средств на своем счете. То есть, когда компания оплачивает, ты можешь спокойно приступать к работе. И когда ты завершаешь ее, если компания одобряет, то деньги релизятся и падают ему. То есть, получает такая двухсторонная страховка. В чем разница между вот этим сервисом? В чем вы лучше? Ну, я, как бы, сейчас рассчитывал на то, что будет, так сказать, работать в основном с IT-специалистами, теми, кто необходим в крупных организациях. Вот, Upwork, например. Там, в принципе, все на основной упор это разработчики. как раз-таки. Ну, в принципе, такая система с мировым, получается, распространением. У нас сама не работает на данный момент. Ну вот, Upwork сейчас, это американский сайт, очень известный. На нем сидят также наши казахстанские разработчики, которые, кстати, неплохо зарабатывают, дизайнеры, и так далее. Ну, важно, получается, в презентации сказать, что, то есть, вы же что-то новое делаете, вы говорите, что вот, есть, существуют такие-то аналоги, которые не справляются, допустим, с такой-то работой, там, которую я делаю, там, два раза быстрее, два раза лучше, там, плюс у меня есть какая-то там, новая тема, которая позволит, там, я не знаю, вы говорите, больше зарабатывать, там, специалисту, и, там, меньше расходовать, допустим, компании, клиенту. Вот подобное, подобного рода, получается, работают. Вот пишет, допустим, трудно выводить деньги, сапфорк, тоже нужно будет, тоже это может быть плюсом для вас, быть, вы можете сказать, что апфорк, там, выводить трудно деньги оттуда, и по какой причине, там, выводить трудно деньги, может быть, на самом деле, просто, но нетрудно, там, какая-то механика есть. То есть, нужно, во-первых, рынок хорошо изучить, потому что сейчас, вот такой один тупой вопрос, там, выстрелит, типа, в чем разница, и вы сейчас будете стоять, все считаю, вам уже скажут, нет, то есть, надо подготовиться заранее к этому, конкурентам в первую очередь надо изучать, причем досконально. Часто на этом вопросе, кстати, многие отваливаются, и не могут, ну, аргументы привести, это, кстати, ну, совет, как бы, обязательно конкурентам изучить, полностью от и до, и прийти сказать, мы этих знаем уже, у них там вот это дерьмово работает, это там, замедляет это, и так далее. В принципе, все, да, мы что-то много времени потратили, давайте. Спасибо, Ержиан, спасибо. Итак, следующий наш участник, это Иш Мухаммедова Гуджан, проект-патформа для владельцев домашних животных, PetSclub. Гуджан, привет, здравствуйте. Демонстрацию экрана не могу включить. Сейчас я сделаю вас с организатором. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. 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 Все, я дала вам доступ. Видно, нет? А, так, еще секунду. Видно? Да. Так, мы создаем микс социальной сети и маркетплейса для владельцев домашних животных, что поможет сделать уход за питомцем удобным, быстрым и интересным. Здесь владельцы питомцев могут общаться, делиться опытом через онлайн-чат и сообщества, искать товары и услуги в одном месте на основании отзывов и рейтингов и продавать свои товары, как на ОЛЭИКС. Приглашать породистых собак и кошек на вязку и приглашать владельцев других собак на прогулку. Ветеринарные клиники и зоомагазины при этом увеличат свой доход за счет нового канала продаж и новой аудитории. Сейчас владельцы домашних животных разбросаны по множеству групп в мессенджерах, ватсап, вайту, в социальных сетях, в Телеграме. Они ищут породистых партнеров для вязки через различные клубы, на которые тоже сложно выйти. Ищут кинологов, заводчиков через сарафанное радио или в Инстаграме, при этом находя неполную информацию и затрачивая на это свое время. И покупают товары офлайн, потому что по опросу для многих интерфейс многих зоомагазинов является неудобным, и они тратят свое драгоценное время на дорогу. Поэтому мы же предлагаем все услуги, все товары, коммуникации, сообщества, все на одном сайте, в одном мобильном приложении. Спасибо. Близко к идеалу. Почему близко? Потому что я не увидел, на чем зарабатываете вы. Да, надо было сказать, да, в печи, на чем я зарабатываю? Да, обязательно. То есть вопрос первый будет, типа, это социальный проект, что ли, или вы все-таки будете деньги делать? Он, он как бы будет и социальным, и мы будем деньги делать. Вот, например, как Марс, знаете, да, компания Марс, они выпускают линейку, там, товаров для животных, там, Педигри, там, Чапи и так далее, но при этом у них есть и социальные имиджевые проекты, у них есть очень большое движение, типа, Best Cities for Pets, что ли называется, где каждые города аттестуются на, типа, dog-friendly, там, вещи, что у них там парки открыты, офисы открыты и так далее. Мы тоже хотим сделать какое-то такое социальное движение тоже для того, чтобы, там, улучшить отношение к домашним животным, тем более сейчас это очень остро стоит в Казахстане. Дополнительно мы будем монетизировать нашу платформу через подписки зоомагазинов, которые будут размещать свои товары на нашем маркетплейсе, подписку ветеринарных клиник, зооклиник, там, кинологов, которые тоже также будут размещать свои услуги на нашем, на нашей платформе. Плюс хотим сделать дополнительные фичи какие-то для юзеров, то есть будет основная, ну, как бы, функция сайта бесплатная, но если, там, ты хочешь получать какие-то, там, персонализированные уведомления, мы их еще не сделали, но мы хотели бы это сделать, там, о том, что, там, ему необходимо сделать очередную вакцинацию, что, там, начался сезон клещей, тебе нужно было, там, не знаю, какие-то препараты, ну, какие-то жизненные ситуации возникают, да, там, сезонные или еще что-либо, и мы будем ему отправлять уведомления, ну, аналогично, как флоу, да, для девушек. Вот, такие фичи будут платными. Окей, и сейчас момент еще вот такой вот, я смотрю на прессу, ну, во-первых, чуть-чуть тяжеловато немного, сам по себе, для одной, но, в целом, вот, по информации она вся важна, только можно было бы сократить, то есть, вот, вы сейчас до этого в самом питче, получается, в тексте говорили, что боли описывали, что человек, там, тратит столько-то, столько-то время, там, ища в Инстаграме и так далее, здесь можно написать, что, допустим, система, поиск, допустим, там, нужно, или как это будет правильно, родословного питомца, там, за, там, сколько-то кликов, там, типа такой, там, два раза быстрее, вот эти какие-то, то есть, в чем конкретно фишки свои, там, мини-расписать здесь, чтобы, потому что я сейчас считаю, то есть, вы просто написали, что есть в системе, а что, что дает систему, то есть, плюсы для клиента, скажем, которому вы будете это продавать, в итоге, вот это желательно расписать сразу. Классно, я зафиксировала себя. Даже не записать, наверное, лучше заменить, то есть, вы обещаете у клиента, чем вот то, что у вас есть продукты. Объем рынка я указала российский, потому что он такой, ну, близкий для нас, но мы ориентируемся не только на Россию, мы бы хотели выйти на СНГ и, конечно же, на азиатский рынок, потому что на азиатском рынке домашний счет. А деньги куда вы потратите? На разработку. Нам нужна... Кстати, на какой выход? Сумма есть, да? Говорили уже, да, сколько сумм? Нет, я не говорила. Нам нужно около 15 миллионов тенгель для того, чтобы доработать платформу, то есть, часть функционала реализована, половина, да, это вот то, что вот сообщество, онлайн-чатты, посты, маркетплейс мы сделали, не реализовано это вот паспорт, история болезни домашнего животного, арм, ветеринаров, уведомления. Только для фичи, да? Вам деньги нужны только для фичи? Фичи, маркетинг... Вы знаете, сколько маркетинг занимает? Нет, у меня пока прям конкретного расчета нет, я просто БК беру по минималке, это ориентируясь на наш казахстанский рынок. Вот, я поэтому говорю, что вы показали рынок России, деньги просите на разработку, еще и говорите маркетинг. Но я точно знаю, что вы маркетинг не посчитали, в 15 миллионов маркетинг не входит. Вы говорите, я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Нет, я сейчас, знаете как, первый год я хочу выйти на казахстанский рынок. Вот, тогда пишите казахстанский рынок, я вам деньги даю для чего? На казахстанский? По казахстанскому рынку нет информации по объему продаж, например, тем же самым. То есть объема... А сколько есть этих... Домашних животных? Нет, ну домашних животных тоже в вашем рынке, имеется в виду, у нас же есть ветеринарные службы. Ну, в Астане 13 ветеринарных клиник. Сколько они зарабатывают? В Астане 12, это конфиденциальная информация, они мне ее не дали. Ну, в среднем вы какой-то, да, вы можете в среднем их оборот посчитать. Нет, вот идея, Гульжан, вам, смотрите, 232 миллиарда рублей в России, получается, в России сейчас 140 миллионов населения, в Казахстане 19, то есть это получается в 7 раз на 7 делите, получается 230 суммы, вот выходит вам приблизительный объем рынка, то есть по количеству населения просто. Хотя бы так, потому что... Еще на 10 можно разделить наши, по-моему, к животным. Поменьше любой выявляет. То есть, да, как бы она может заболеть, но может ее не повезти. Ну, в России немножко рынок тоже специфичный. У россиян практически у каждого второго есть кот, в отличие от Казахстана. Я к тому, что почему не в Испанию? Там животных больше, чем детей. Нет, ну, да, мы планируем. Просто, смотрите, первый год я хочу выйти на Казахстан для того, чтобы обкатать полностью приложение и получить по максимуму фидбэка, чтобы мы уже выходили с готовым упакованным продуктом на другие рынки. Следующим этапом у нас пойдет СНГ. Почему? Потому что нам проще общаться с русскоязычными рынками, и дальше мы хотим уже входить на азиатский, на европейский, ну, как бы масштабироваться. Почему я показала объем рынка здесь российский? Потому что у меня статистика есть мировая, и там есть Украина, есть Россия, есть там Сингапур, там Дюкей и так далее. И я показала объем рынка российский, потому что он, ну, немного по менталитету близкий для нас. Казахстана там не было, потому что Евромонитор Интернешнл не делает статистику. Ну, вот я к тому, что я клонил, что вы говорите, мне нужны деньги для Казахстана, но я вам покажу рынок российский, потому что казахстанского нет. Может быть, в Казахстане просто рынка нет? Я к этому просто ввел, имеется в виду, чисто есть логические, я не говорю, что он здесь есть или нет. Потом вы говорите такие вещи, автоматическое формирование отчета для вед-отдела Акимата. Это вам принесет деньги? Нет, это не принесет, ну, это принесет деньги. Мы хотели бы посадить тоже ветеринарные клиники на подписку, там, не знаю, какая-то там сумма, там, символичная, да, 10 тысяч тенгей в месяц. Но это не принесет большого дохода для нас, но это принесет большой интерес для пользователя, потому что человеку будет интересно. Вот это то же самое, как вот у вас был в социальной сети, был доступ к ГБДФЛ, да, в государственной базе данных, физические лица. И точно так же вы заходите в социальную сеть, заходите в личный кабинет вашей там собаки и видите там весь паспорт этой собаки, там, последнюю вакцинацию, там, стерилизацию, походы к ветеринару. И все это 100% достоверная информация, потому что она заведена ветеринаром и подписана его АЦПшкой. Все, в принципе, тогда понятно. Спасибо, Гульзиан, большое для презентации. Может, еще какой-нибудь фидбэк, там, замечание, побольше критики, пожалуйста. Ну, я бы сказал, фидчи вообще уберите, это не проблема инвестора. Это ваши проблемы. Вы говорите, что рынок такой-то, он нуждается в решениях, потому что сейчас он решается вот так-то, в три раза дороже, в пять раз дольше. Я буду решать это намного быстрее. А у меня клиенты будут, потому что я запилю вот это, ну, вы меня грузите в свой продукт, я на то и инвестор, я не хочу с вами сидеть и работать. Особенно над вашими фидчами. То есть деньги привлекать ради фидчи, тогда, мне кажется, что вы в маркетинге не разбираетесь. Вы должны вообще, ну, то есть, я не думаю, что вот эти фидчи 15 миллионов стоят. Это вообще не интересно. У вас время пришло. Так, спасибо большое. Спасибо. Это не за мой жанр. Так, извините, приходится вас прервать, потому что все должны успеть продемонстрировать свою презентацию. Так, следующий участник у нас Алипов Алихан, проект FLEXI, поиск деловых услуг вашего города. Алихан, вы здесь, да? Здравствуйте, вместо Алихана, сегодня я выступлю. Проект какой? Так, Алихан, Чингиз, да? Это Чингиз, да, я вместо него Алихси. Презентацию нужно включать? Да-да-да. А ребята с инкубатор, с акселерацией, да, Ней? Мы с инкубацией, если это, можно так назвать, онлайн-наставничество. Так, я не знаю, видно мой экран вам? Да, видно. Да, видно. Так, еще раз всех приветствую. Мы создаем платформу, которая помогает людям решать деловые вопросы путем поиска среди отобранных у нас специалистов. То есть человек любой может к нам зайти на платформу и может или оставить заявку, или сам пройти и найти себе специалиста, сам отобрать, сам посмотреть какие-то о себе, то, что он пишет, какие-то его дипломы и так далее. Сейчас приходится искать это через сарафанное радио, либо заходить в Google это и искать. Какой-то площадки мы сегодня не увидели. Мое самое, ой, наше основное преимущество – это экономия времени, качество услуг. Качество услуг мы подразумеваем то, что каждого специалиста мы будем отбирать. Сейчас мы находимся, допилили, как сказать, MVP и собираемся запускать тестовый его. И кое-какие моменты мы еще разрабатываем, такие как личный кабинет, чтобы это все максимально автоматизировать. И сейчас мы эту неделю, до конца этой недели ведем уже заполнение специалистов, чтобы люди уже могли зайти и себе выбрать специалиста. Форма бизнес у нас C2C на бизнес нужно, вот мне подсказывают, 30 миллионов, из них 4 миллиона на разработку, 14 миллионов на годовую зарплату операторов, менеджеров и пиарщиков, 12 миллионов на пиар-расходы и продвижения на год. При таких условиях мы ожидаем 44 миллиона за год. Так, все. Великой, что, начнешь или что? Да, бизнес-модель C2C, можно чуть детальнее? То есть у нас, с одной стороны, наши клиенты — это специалисты, которые у нас будут размещаться, те, кого мы будем отбирать в сфере деловых услуг, это финансовые услуги, бухгалтеры, аудиторы, переводчики в сфере юриспруденции. Ну, понятно, с другой стороны. И, с другой стороны, это люди, клиенты, которые будут бесплатно заходить и находить для себя нужного им специалиста. Вы где зарабатываетесь? Зарабатываем. Мы думаем, что брать с подписки именно со стороны специалистов. За каждый контракт, да? Или вы все-таки как бы… Нет, не за каждый контракт, а хотели больше как подписку. Ну, взяли пример с Apple, и сейчас, в принципе, такая тенденция идет, что… Да, у вас… То есть вы говорите, что C2C — это они друг с другом зарабатывают. Ну, то есть клиент зарабатывает с клиента. В вашем случае, получается, плюс еще B2C у вас будет. То есть вы зарабатываете с клиента. Так, понял. B2C. По подписке, да, вы говорите? Да, по подписке решили. Чингиз, а почему вы говорите, что мы платформы никакой не нашли? Допустим, тот же LinkedIn не решает проблему? Ну, здесь я разговариваю. Сейчас точно не передам, конечно, с людьми, со специалистами. И здесь основное, наверное, преимущество, что это именно специализированное… Типа вы глубже дипп. Нет, с этим вопросом трудно. То есть у вас рекрутмент-платформа, которая позволяет предоставлять компаниям проверенных специалистов, правильно? Вот именно, что и реки не компания. Они говорят, частных лиц, допустим. И частных лиц мы хотели бы, и вот в последнее время мы… Нет, ну вот, частные лица вы предоставляете частным лицам, да? То есть частные лица продаются частным лицам. То есть, допустим, мне нужен юрист, я оттуда набираю, и вы предоставляете проверенного частного юриста, который у вас есть. Мне нужен билдер для частного лица, правильно? Да. И мы столкнулись с тем, что, в принципе, и юридические компании тоже хотят у нас разместиться, и поэтому юридические лица тоже. Ну, я и говорю, что компания зайдет, и человека наняла. Все, он не ваш клиент? Так, ну да, наверное. Одноразово заработали. Ладно. Смотрите, нет-нет-нет, смотрите, вы вот это имеете в виду, что у нас компания забрала человека? Устроила к себе на работу. Нашего. А, ну, это мы… Надо подумать, это хороший план. Ну вот, сейчас самый вопрос, это бизнес-модель, вот мне интересно было. Она как раз себя включает в описание вот этой проблемы, допустим, вот то, что Жан-Дос сейчас рассказал вам. То есть через вас нашли спеца, и вы этого спеца, по сути, в следующий раз уже этому же клиенту продать не сможете, потому что они им напрямую звонят, допустим. Но, может быть, у вас есть какой-то ноу-хау, типа, что когда спец, допустим, прикрепляется к вам, вы ему даете какую-то гарантию, что, допустим, там всегда будет выплаты, что юридически вы его защищаете и так далее. То есть понять, как вы ретеншн увеличите клиентов, потому что так получается, что ретеншн там может сейчас быть вообще там 10%, то есть он после первой заявки отпадет. Потом непонятно, сколько конкретно, то есть рынок какой вот этой проблемы, то есть проблема есть сейчас это или нет. То есть по мне вот тоже, если честно, LinkedIn как бы этот вопрос решает. Если говорить там о мелкосрочных работах, то это на EME-KZ, допустим, есть, то есть понять, то есть среди кучи конкурентов, чем выбивается ваш продукт, как именно он зарабатывает и сколько желательно. И рынок продукта, то есть это Казахстан, это Россия, это весь мир, там определенные регионы. И, ну и разумеется, по бабкам, да, то есть по инвестициям, сколько нужно, допустим, чтобы к чему-то сейчас прийти, на какой стадии находится проект. Чингез, а так презентация красивая, не перегружена, очень мало слов, прям классно смотришь, приятно. Благодарю, спасибо. Очень много европейских лиц, вы как будто просто с гугла скачали любые фотки. Пожалуйста, наши... Ну это да. Да, это да. Наших тоже добавьте, это как-то теплее и ближе будет казаться, а не так, чтобы быстро-бестсвула накидали, как это делал в любом нашем рекламном источнике, чаще в баннерах. А то, что вы говорите, деловые специалисты, вот он говорит, что про рынок, тогда скажите, сколько деловых специалистов. То есть, сантехник не ваш клиент, я так понял, да? Нет, получается... Тарторист тоже не ваш клиент. Грубо говоря, грубо говоря, как... Тогда сколько деловых специалистов? Вот, сколько деловых специалистов. Вот это ваш рынок. И потом вы должны сказать, что хантеры-то не решаются, и суинтин. Да, может быть, у вас быстрее. Каким образом? Механика того, что у вас как быстрее. Вот, кстати, я перебью, Жеки, да, вот, если вы не знаете точно, допустим, количество, там, приблизительно своего рынка, то есть, даже по специалистам, то вы бизнес-модель даже посчитать не сможете нормально, то есть, сколько это денег принесет. То есть, это, ну, это минус, да, как бы, то есть, для инвестора прям нужно, ну, он должен понимать, что вы знаете, сколько вы собираетесь на этом заработать. То есть, если вы не знаете, сколько вы на этом заработать собираетесь, то зачем тогда вы у него будете деньги просить? Да, понятно. Можно сказать, отвечай, братан, верну, но мне кажется, он так не должен. Тиньвиз, большое вам спасибо. Я хотела напомнить с участниками, чтобы вы не отвечаете, потому что в конце у вас будет возможность, если будет время, задать вопрос нашим менторам. Хорошо? Так что, пожалуйста, не выходите пока, и если у вас есть интересные вопросы, вы можете пока продумать и задать в конце всех выступлений. Так, я хотела сейчас сказать слово. Бигжан Бедахметов, скажите, пожалуйста, вы уже выступали, да, или нет еще, или вместо вас, может быть, кто-то, вот у меня сейчас почему-то стоит подписка Бигжан Бедахметов. Есть ли сам участник, может быть, он отправил своего партнера, потому что у нас сегодня... Нет, нет, вроде отключил. Так, так, сейчас, секундочку. И в начале я вот, получается, Заманбека, да, зачитывал, Саина Заманбек, он не подсоединился случайно в том начале? Ну, мне кажется, все выступили, да, пожалуйста, скажите, пожалуйста, есть кто не выступил, может быть, кого-то пропустили? Нету таких? Я не выступил. А, извините, так, ну, подождите, я, по-моему, называла, да, Косым Акнур, нет? Не называла вас? Нет, нет, нет. Извините, я, наверное, вас пропустила. А, нормально, нормально. Извиняюсь. А, Косым Акнур – это проект Линк, да, единая платформа, которая позволит вам увеличить продуктивность во время учебы. Правильно, да, все? Угу. Косым Акнур, давайте я сейчас вам предоставлю... Ну, хорошее описание, кстати, сразу понятно. Как правильно пишется? Лин-ко, да, на английском? Лин-ко через си. Хорошо, давайте у вас такой же регламент, одна минута, три минуты на вопросы. Так, вам видно? Угу. Нет, еще, нет, еще. Нет, пока, да, не видно. Так. Высый организатор. Вот, должно быть разрешение. Так, все запускается. А теперь, да? Да, видно. Так, мы команда Линко. Сначала начать с проблемы. На данный момент на рынке существует очень много программ, всяких приложений, платформ, которые позволяют ученику, любому ученику любых школ использовать для того, чтобы увеличить их продуктивность. То есть, там, загружать файлы, общаться с учителем, видеть оценки и так далее. Мы посчитали, что среднестатистический студент каждый день использует в целом пять программ. Это такие, как Microsoft Teams сейчас, Admodo, Google Drive, Дневник или Kundilkizet и WhatsApp. Но прикол в том, что, когда ты переключаешься между этими платформами, твоя продуктивность заметно теряется. И самое главное, что четыре из этих платформ изначально не создавались для обучения, для увеличения продуктивности. Из этого исходит мысль о том, чтобы создать новую такую единую платформу, которая бы решала все эти проблемы в одном месте. То есть, LinkedIn — это команда, которая позволит и ученикам, и учителям облегчить свою жизнь и больше сконцентрироваться на уроке. Допустим, какие фичи, какие мы предлагаем. Первое — это ученик может просматривать успеваемость, может закидывать, обмениваться домашними зданиями, может планировать свое время, как, допустим, в трейлере или в Асане. Учителям может общаться с учителем. На данный момент используется WhatsApp, в котором каждый человек общается не только с учителями и учениками, но и с родственниками, что заметно снижает продуктивность. А учители, в свою очередь, могут меньше времени тратить на отчеты, на эту бюрократию, если так сказать, и больше времени уделить именно самому обучению. Также в будущем мы хотим через машину обучения добавить тысячу онлайн-экзаменов или каких-то ссоров в Сочи, сдачи ссоров в Сочи. То есть мы будем регулировать академическую честность, смотреть, как это будет происходить и так далее. Мы планируем запускать… это будет сайт, это будет веб-сайт. Также мы хотим сделать мобильное приложение, которое бы решало все эти проблемы на основе подписки. То есть у нас платформа B2C2B, то есть мы будем работать с клиентами, как с учениками, то есть мы не будем навязывать систему как обязательная система во время учебы, у них будет возможность купить это на платной основе, как подписку за 400 тенге. И мы будем показывать свою систему школам, которые могли бы использовать эту систему для учителей. Спасибо. Вот вопросы? По презе, в первую очередь. Canvas — это хорошо, но Canvas хорошо отправлять, скажем, как часть какого-то слайда общей презентации. В одноминутном питче желательно не использовать перегруженным текстом что-либо, потому что, если честно, никто не любит читать, особенно на минутных питчах. Серьезно говорю, вообще не нужно. Хорошо, что указана проблема, потом решение. Если честно, что проблема, что решение, что преимущество, немножко такие вводные. Воды очень много, непонятно. То есть учителям и ученикам в средней школе неудобно пользоваться существующим приложением в процессе обучения. Что именно неудобно? Это решение о создании качественной отечественной платформы, включающей в себя все необходимое для комфортного процесса. Что именно включается? То есть проблема, допустим, там, учитель и ученик, допустим, тратит там 15 минут на логин. Также, чтобы создать там, допустим, какую-то отчетность, ему нужно сделать там столько-то шагов, которые отнимают столько-то времени, и он там менее продуктивный. Решение, допустим, в нашей системе позволяет в один клик сделать там то-то-то, там преимущество там перед другими конкурентами заключается в этом вот так вот. То есть прям четкие какие-то тезисы, да? Цифры, тезисы, чтобы показать, что вот есть вот такая-то прям проблема, она там столько-то занимает там времени, там морального, там чего угодно решения. И тоже там по преимуществам получается. И теперь получается по, вот я сейчас смотрю, потоки доходов месячного пользования сервисом, опять-таки, да, где рынок, то есть предыдущих... То есть в Казахстане сейчас, может сказать, конкурентом является Кундиор Кизет, который используется для просмотра оценок, для просмотра домашних заданий, общения с учителем, но там эта платформа используется, то есть все эти просмотры журнала, оценок, домашних заданий используются бесплатно. И Кундиор Кизет предлагает пользователям посмотреть рейтинг учеников и такие дополнительные фичи за месячную подписку в размере 800 тенге или за годовую, если ты берешь за годовую, то это будет 2 тенге в месяц. Мы же предлагаем всю систему, весь пакет, все вместе брать за 400 тенге. Подождите, просто вы хотите сказать, что вы дешевле? Да. Ну, можно же было так сказать. Окей, этот, смотрите, вы же знаете, да, как Кундиор Кизет введен? Он, скорее всего, выигрывал тендер, участвовал в этом. Нет, как раз таки Кундиор Кизет является коммерческой организацией, который привлек тоже инвесторов, и после создания продукта они как с государством тоже запартнерились. Ну вот, чтобы запартнериться с государством, вам надо будет кучу вещей пройти, наверное, скорее всего, и когда мы еще кто-то, извините за слово, лоббировать, наверное, должны это все. Вот про то, что Ержан сказал, я тоже так скажу. Допустим, проблема, вы говорите, люди хотят есть 3 раза в день решение. Люди должны есть 3 раза в день. Конкретики нету, я тоже за это сказал бы. У меня, в принципе, все. Акнор, спасибо вам большое. Значит, давайте допишем просто конкретное решение, рынок. Все, да, вроде, остальное все есть. Спасибо. Спасибо. Если есть кто не выступил, мне кажется, у нас, по-моему, все выступили, да? Скажите, пожалуйста. Я, в принципе, ребята, если хотите, я сейчас могу краткий, там, минутный питч рассказать. Вот на примере Клокстера просто, как мы это делаем. Он у нас, в принципе, такой более-менее отработанный. И вот этот сам скрипт, получается, последовательность того, что мы говорим, я могу сейчас сказать, что вы записали. Это, на самом деле, это реально уже, это не нами написанный скрипт, это написанный скрипт, там, еще многими другими стартаперами, получается. И он очень полезный, там, не нужно что-то придумывать. Звучит следующим образом. Вы начинаете. Так, здравствуйте, меня зовут Ержан, проект Клокстер. Клокстер – это мобильный учет рабочего времени для, получается, вы называете клиентов, там, сегмента хорики, то есть отели, рестораны, супермаркеты и частные клиники в странах СНГ и Юго-Восточной Азии. Мы помогаем решать проблему дисциплины, неэффективного расходования зарплатного фонда и процента убыточной прибыли, получается. Потом вы переходите, получается, с чем вы решаете это? То есть мы используем технологии распознавания лиц и geofencing, который позволяет точностью элиминировать проблемы, связанные с посещениями сотрудников. Потом вы переходите сразу к результатам, допустим. Это помогает компаниям на 20% улучшить дисциплину, на 20% сэкономить на зарплатном фонде и, самое главное, до 5 тысяч долларов на каждого сотрудника в год уменьшать убыточную прибыль. То есть вы конкретно цифры говорите. Мы отличаемся от своих конкурентов тем, что вам в системе не нужно тратить кучу времени на рутинную работу, создавать сотрудников, создавать расписание и создавать отчетность. И мы за вас делаем это автоматически в несколько кликов. Все. То есть конкретно красиво расписали, переходите потом к следующему. Вы говорите, что на сегодняшний момент у нас больше 170 клиентов, у нас ежемесячный оборот составляет больше 10 тысяч долларов. Мы привлекли 440 тысяч долларов и сейчас планируем привлечь около 1 миллиона долларов на полноценный выход в Юго-Восточную Азию, чтобы через полтора года прийти к, есть такое понятие, как MRR, Monthly Recurring Revenue, в 500 тысяч долларов с чистой прибылью около 350. То есть все. В минуту это все можно быстро сказать. Есть определенный, то есть начинается с чего? Кто мы? Это первое. Второе получается. Это для кого? Что за клиенты ваши? Третье получается это решение. То есть для кого это клиенты и можно туда сразу странно запихать там с объемом, допустим. Решение получается, чем вы конкретно, что вы даете. Потом результаты для этих же компаний, то есть эти решения, что дают. Можете сказать по идее там бизнес-модель, если вы к каким-то цифрам приходите, допустим. Я просто бизнес-модель пропустил, потому что перешел сразу к MRR, к выручке, получается. Это приблизительно понятно, чтобы можно было кучу не городить, получается, за минуту высказать быстро все. Все. Ему понятно, то есть ему понятно, что вы делаете, каким образом решаете, какие у вас там преимущества перед конкурентами, получается. На какие рынки вы выходите, сколько вы зарабатываете сейчас, допустим, и сколько денег вам нужно на то, чтобы зарабатывать там больше. В принципе, все достаточно. Разумеется, есть разные вариации вот этих, но приблизительно все одно и то же. То есть важно, опять-таки, показать, кто вы, для кого, какое решение, сколько зарабатываете, получается, какие результаты несете своим клиентам. То есть что они от этого получают, там, это неважно, B2B или B2C сегмент, получается. Ваши какие-то метрики, результаты и сколько бабла ищите и на что. Все. Это, ну, вот, то, с чем я работал, получается. Можно вопрос? А если у меня продукт ориентирован на B2B и на B2C? Ну, вот, Marketplace. B2C у вас. Почему B2C? Я же... У вас модель B2B2C, Marketplace, в частности, имеете, да, формулу B2B2C. Да, я не расслышала. Вот, получается, в печи я должна ориентироваться и на тех, и на других, потому что, возможно, мы, например, с обычных людей, с физлиц, не будем брать деньги. Может быть, мы будем брать деньги только, там, зоомагазинов, там, зооклиник и так далее. Только инвестору не говорите про «может быть», потому что, как бы, я отдаю деньги про «может быть», непонятно, как будто этот фаундер не знает точно, что он будет делать с этими деньгами. Поэтому мы должны точно сказать, что. Да, в Marketplace, что вы берете деньги, чаще всего берете деньги у одних, но привлекает только вторых. И привлечение вторых для вас должно быть дешевле, и решать вы их проблемы должны быстрее и лучше, чем конкуренты. Условно, у меня же, как бы, похожий с вами продукт, там, 100 грамм – это мобильное приложение для быстрого поиска СТО и автозапчастей. Человек, который платит, не ищет, он просто отправляет заявку и получает предложение с ценами за 3 минуты. Рынок запчастей – 144 миллиарда, рынок СТО, как услуга – 98 миллиардов. Мы в год зарабатываем вот столько-то, теперь мы привлекаем деньги для того, чтобы вот эту же модель, которую мы обкатали здесь, и зарабатываем столько-то, обкатать там, в Солдовском Аравии. Вы говорите, когда вот это вот прямо расшивать весь маркетплейс сложно, я понимаю, потому что у вас клиентов два, но вы говорите, где деньги. Потому что если вы вот этим зацепите, он потом спросит, слушайте, а сколько у вас стоит привлечение одного клиента? Или потом, сколько он живет в вашем… Вы один раз его привлекли, он с вами остается или нет? Сколько – retention. Потому что если вы каждый раз нового клиента привлекаете, скорее всего, ваш бизнес очень расходный. Он после одного привлечения должен у вас оставаться, как клиент, пускай даже не платит. Ну, соответственно, у него retention там 72%, у нас 72%. Клиенты, которые 100% привлекли, 72% остаются и делают повторные заказы. Соответственно, на 72% мы не тратим деньги. Retention уже в процентах выявляете. А потом вы выявляете retention по платящим. Условно, 100%. У нас там 63% сервиса, которые нам заплатили, платят нам повторно. И тогда он у вас просит средний чек. То есть, это «light time value» называется? Насколько длится повторно эти платежи? То есть, сколько в месяцах? Вы вообще, в целом, понимаете, да, почему элеватор печи? Не то, чтобы там кто-то не хочет читать. Чаще всего, как бы, выход на инвестора… То есть, вы через кого-то выходите, добиваетесь его, добиваетесь, добиваетесь. Но человек, у которого есть деньги, у него нет времени всегда. И он такой, я не знаю, условно, из офиса выходил такой. Вы к нему кое-как пробились. И он такой, ладно, Гульжан, что у вас там? Такой, там, дает вам пару минут. И вы вот здесь не можете весь ваш вот такой проект там сузить до такого и рассказать. Потому что, типа, дайте мне полчаса, я сейчас расскажу, как мы работаем. Такого никогда не будет. Вообще никогда не будет. И именно стартапу здесь точит, 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 точит стартап. И именно, когда ему дают шанс, окей, давай. Две минуты, он не может собраться. Поэтому вы говорите, самые основные, ключевые вещи. Деньги там, проблема такая, ни у кого такого и нету. Деньги там. Мы почему все у нас будут? Потому что у нас механика такая. Мы это решаем вот таким-то способом. Вот когда Ярике говорил, кто вы, какая проблема и как вы ее решаете. Я всегда смотрю на механику там, условно. Как вы быстрее это решаете? Человек, наверное, скорее всего, вы дешевле, быстрее, удобнее. Ушах, Нарси, Египта, Риллит, любая вещь. На сколько раз? Посчитайте. Ну, здесь не врите, потому что, когда в начале там презентации где-то там соврал, условно, таких платформ нигде нет. У меня сразу LinkedIn же есть, Headhunter же есть, куча чат-ботов же есть. И мне кажется, что дальше стартапер тоже врет. Окей, спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо, Кужан, за вопрос. Если есть интересные вопросы, можете спросить, потому что действительно у ребят большой опыт, есть чем поделиться. Мы уделили свое время сегодня. Курангус, вам вопрос? А, давайте. Это вот девушка. Это был женский голос? Ну, тут девушка хотела задать вопрос, давайте я ее... Нет, нет, вы задавайте свой вопрос, потом я ее уже задавала только что, по очереди. Хорошо. Жандос, больше вам вопрос, могли бы вы поделиться опытом? Если не секрет, как вы набирали критическую массу ваших экспертов? Мы столкнулись с такой проблемой, что когда именно знакомых набираем, очень много времени на это уходит. И, возможно, вы как-то это через Таргет запускали, какую-то вот рекламу. Мы поняли, кто наш клиент, это СТОшник. Если мы говорим про 100 грамм или про Твайдер, я не знаю, как он. Мы говорим про 100 грамм, мы поняли, что автомеханики такие жесткие мужики, такие брутальные. Зайдите в любой СТО, вы увидите голые фотки девушек на постерах. И мы сделали просто такие ролики, и мы набрали где-то, наверное, за два месяца 5 тысяч СТО. Это только благодаря вирусным роликам. У нас вот девочка была, которая возле Хаммера разделась. У нас там с Байзаковой ролик был, с тем был. То есть мы просто стрельнули по их интересам. Получили огромное количество критики и огромное количество регистрации со стороны исполнителей. Вам посоветую, если у вас условно не такой, может быть, как у меня, рынок, вы набираете сперва, вы говорите, критическую массу пользователей, вы их вручную 10 добавьте и 10-рым сможете дать заказы. То есть я не говорю, как то, что я делал, это было правильно. Мы вообще кучу ошибок наделали. Я бы сейчас переделали, я бы дофига что-то переделал. В вашем случае, вы если сможете 10 этих чуваков обеспечить заказами или работой, других вы тоже сможете. А смысл их загонять 200. У вас завтра заказов на них хватать не будет. И кто-то будет говорить, из них кто-то, они же все 200 мастеров, или сервисов не одинаковые. Кто-то из них топовый, кто-то из них дешевый. Топовый будет говорить, да там дешевые заказы, или дешевый будет говорить, да там я им что-то откликаюсь, они даже на меня не смотрят. Поэтому вы сперва 10 выберете, обеспечите их, посчитайте, точно ли вы их обеспечиваете заказами. Потом вообще желательно постарайтесь заработать в этих десятерых деньги забрать. Потом работает, работает, все, потом вы начинаете добавлять. Не обязательно там критическую массу набирать до 2000, которые вы можете все деньги сжечь на это, привлечь их, может быть, у вас это получится, а потом они еще и уйдут оттуда, когда вы эти деньги прожгли. Окей, здорово, супер. На маркетплейсе очень сложно, это я согласен, там всегда на маркетплейсе есть вопрос курица-яйца. Что раньше загнать, курицу или яйцо? Поэтому лучше маленькую курицу загнать и его покормить. Ее покормить, потом только уже попольше яиц продать. Ну, я так думаю, потому что у меня два маркетплейса, вряд ли кто-то взял больше маркетплейса. Я вот как раз этот вопрос и хотела задать. Вначале вы, получается, СТОшников загнали, а потом уже загоняли обычных людей, да, пользователей? Мы делали так, мы подходили к СТОшникам, ролик запустили, подошли к СТОшникам, говорим, чуваки, допустим, сегодня же 1 июля, 10 июля пойдут заказы. Давай сейчас тебя зарегаем, 10 часов пойдут заказы. И с 9 числа мы уже запускали ролики, запускали таргет, запускали там, ну, какой-то шум такой информационный, они начали ловить их. То есть вы должны сказать ему срок, он не будет у вас месяцами сидеть или там днями сидеть. Вы его сегодня загрузили, скорее всего, максимум неделю он там будет ждать, если это вообще предложение. Если это сайт, он не будет там сидеть, как будто у него дела нет, только там сидеть и ждать, вылавливать. Этого не будет. А можно с вами встретиться в хабе, послушать ваши ошибки? Вот вы говорите, что сделали кучу ошибок, которые вы уже сделали по-другому. Без проблем, только вас не пустят. В карантин же. Может быть, какой-то проведем еще метап, как раз про ошибки. Я к тому, что, Гульжан, я не отказываюсь, я просто говорю, что в хаб сейчас только с разрешением, личных людей не пускают, очень сложно сейчас. Может быть, возле хаба где-нибудь, в Меге? Хорошо, Саня, думаю, мои контакты, да, напишите? Да, было круто. Спасибо. У меня к вам вопрос. Кому? Алло, Алло, Ержан, слышно? Да, 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 слышу. У меня вопрос по поводу Клокстер. Вы уже прибыльны? И если да, то почему именно Юго-Восток Азии решили выбрать как направление для развития? Мы не прибыльны еще пока. Ну, кстати, мы ближе к брейк-ивену. У нас, кстати, брейк-ивен постоянно оттягивается, потому что все больше и больше людей у нас подтягивается в команду, что, в принципе, влияет на расходы. У нас чуть-чуть увеличились расходы на маркетинг. Почему Юго-Восточная Азия? Ну, во-первых, это большой рынок. Архиперлак, 700 миллионов человек. Опять-таки, уже подготовленные, получается, культуры использования подобных решений. Так, у кого-то еще этот микрофон, можете, пожалуйста, выключить? Эхо идет. Ага, у нас спасибо. Получается, это самое важное. То есть нам не нужно будет взращивать эту культуру. То есть в Казахстане, получается, когда мы себя продаем, мы должны взращивать эту культуру, здесь тратить кучу денег на это. То есть созвониться с каждым, вести его за ручку, и там цикл сделки у нас может составлять там, да, месяц или двух порой бывает. В Юго-Восточной Азии, в принципе, ты в Google AdWords настроил, тебе они сами заходят. Единственное, что тебе нужно, это иметь хорошую команду лояльников, которые будут дожимать их, там, прозванивать, получается, узнавать там, получилось ли зарегистрироваться, если зарегистрировалась, получается, и убедиться, что они дальше используют эту систему. В Юго-Восточной Азии, как раз-таки, там большое количество уже подобных решений. И мы сейчас берем за основными фишками, мы тоже хотим автоматизировать те вот вещи, про которые я говорил. Это первое, получается, создание сотрудников, то есть не нужно тратить на это время, они сами создают себя. Создание расписания, получается, они сами отправляют запрос, сами создают, то есть администратор не тратит на этом какое-то время, то есть не парится, не стрессует. И отчетности, то есть мы сами будем отправлять отчетности еженедельно или через месяц, получается. Причем они будут понятны, где написано, что, чувак, у тебя вот такая-то ситуация в компании, столько-то недоработанных часов, столько-то переработанных, столько-то ранних уходов, столько-то там денег, которые были с отметками, плюс у нас есть там новые фишки, фишки, получается, в пайплане с автоматизацией документов и так далее. Но это уже отдельный разговор. В целом, как бы, у нас есть с чем конкурировать. И, в принципе, с учетом того, что мы сейчас тестим, мы понимаем, что у нас потенциал есть нормально пойти и какую-то часть рынка занять. А у нас просто, почему спрашивают, такая же проблема. В Казахстане, ну, люди еще там тяжело понимают, особенно B2B, что за искусственный взгляд, как он им поможет, особенно там взаимодействие с клиентами. И мы, в принципе, модель протестировали и наработали пол клиента. В принципе, мы уже вышли там на небольшую прибыль. Но вот сейчас стоит вопрос именно, куда масштабироваться? Это все-таки лучше Азия или Европа, или Штаты? По вашему мнению, куда лучше? Ну, во-первых, надо посмотреть, где пользоваться такими системами. То есть, абсолютно. То есть, смотрите, если нет точных знаний, статистик, там, куда идти, просто ты поберете и настраиваете таргет туда и просто тестите. Там небольшими суммами, начиная там с Google AdWords, заканчивая там Инстаграмом, Фейсбуком, Линкдином. Просто смотрите. Также не забывайте, что имейлы до сих пор там нет-нет, но работают. Там 1% от 1000 имейлов может, по сути дела, выстрелить в конверсию какую-то определенную. В Линкдине имейлов куча. Вытащите их, создайте базу имейл-чипом, раскидайте. У нас на Европу, так вот мы на Польшу раскидывали, у нас буквально из 600 с лишних имейлов в декабре только один, получается, кто на тест зарегистрировался, и то он через месяц отвалился, получается. Но, в смысле, я говорю то, что это, в принципе, более-менее работает. Если, допустим, 3000 имейлов отправить, то, ну, вероятно, есть, что, допустим, что это может там в 30-40 клиентов превратиться. Надо пробовать, то есть, пока не потестите, не поймете. То есть, я продукт настолько хорошо не знаю, чтобы предполагать. Да и потом нужно, то есть, это же другой совсем продукт, мне нужно сидеть и изучать, то есть, куда его больше всего. Вот здесь вот, кстати, Алик Таипов написал, произносите теперь цельно, пожалуйста, проведите прямой эфир. Так, чтобы всем... Это насчет чего? Что-то пропустил здесь. Разнесите цельно, он говорил про этот... Ваше выступление одноминутное. А про вот этот, давайте, прямой эфир, он говорил про ваши ошибки, что вы рассказали. Вот вы же говорили, типа, вот мы сделали очень много ошибок и так далее. Вот какие именно ошибки вы сделали? Алик их слышал же? Да, кстати. Ладно, я шучу. А, кстати, Алик, блин, я же знаю. Я фотографии сейчас только увидел. Салем-салем. Что ты там спрятался? Что-то тебе даже не видно. Видео хотя бы включил бы, а то... Ребят, продолжим. Насчет вот, банно-вопроса кереке. Ты ведешь к тому, что рынок не спелый, мы тратим деньги и время на то, чтобы он спел, да? Да, ну, то есть вопрос был такой, куда выходить, на какие рынки. То есть, Казахстан, понятное дело, тратить на него смысла нету. А выходить на зарубежные рынки правильно, на смысле, это хорошая вообще мысль. И лучше это делать сейчас. То есть, я, допустим, жалею, что это не начал делать год назад. То есть, мы что-то оттягивали, оттягивали, кучу причин себе находили. На самом деле, нам реально много кто-то еще говорил, что там, на самом деле, намного сложнее. Вот сейчас, после того, как начали тестить продажи, понимаем, что, в принципе, не так много нужно, чтобы, в принципе, попробовать продать. Что мы сделали? Google AdWords закинули, поняли, что у нас онбординг плохо проходит. Для онбординга наняли сейчас двоих филиппинцев. Вот сейчас двое филиппинцев, они двоих, наверное, заонбордили. То есть, проблема была вот эта вот коммуникация там. То есть, они продукт видят, им, в принципе, он нравится, но не могут понять, как им дальше пользоваться. Для этого нужны там две помогайки, там, скажем, или одна, которая придет за ручку скажет, а, это вот так работает, все. И каждый день звонит, типа, чуваки, там, получилось сделать? Я вижу, что работает, давайте я вам помогу. И закидывает. То есть, в принципе, как бы выходить на другие рынки, оказывается, не так, в принципе, сложно. То есть, можно протестировать. И надо. Спасибо. Спасибо, Ежану. Слышала, да? Может быть, еще раз? Хочу узнать, Ежану, также вопрос. Можно? Да, можно. Я, получается, сейчас нахожусь в Сингапуре и работаю, в принципе, в большой компании. Все цены у нас есть на сайте. То есть, у нас, получается, две вариации цен для юрлиц, те, кто любит по закрывашкам работать. Ты так сказал, как бы ты цену в личку написал, иду. Да, да, да. И цены, получается, онлайн, то есть, привязка карточки. Цены следующие, получается, до пяти сотрудников пять долларов. И там у нас идут тарификации до десяти сотрудников, до тридцати, до шестидесяти. Там самый большой у нас тариф это до тысячи сотрудников, 300 долларов. И за каждого, получается, нового сотрудника после тысячи это 0,3 доллара получается. То есть, у нас сегмент основной это от 50 до 100 сотрудников в целом. Это основная масса наша. То есть, средний чек у нас где-то 60-70 долларов на компании в месяц. Спасибо. Может, до тысячей попросили? Ахнур что-то хочет сказать, но такой, думаю, да, сказать, не сказать, типа. Типа цены, да, сколько там, отжимаете сразу, да, там. Прикольно, по идее. Кто-то спросите, а если, допустим, в Астане буду, может вам приходить, там, выжить в Астане хабе сидеть, да, или как? Не, можно, но сюда пока не пускают, потому что сейчас... Ну, имеется в виду, после пандемии. Да, да, без проблем. Самое главное, без температуры приходите, ребята. Проблемы. Может, мы еще один такой похожий митап организуем? Не знаю. Если. Если наши менторы не просят. Не, я-то не против. Можно. Иди. Потому что желающих вас и видеть много оказывается. Зарители тоже не против. Ребята, мы всем желаем удачи. Знаете, есть такое стартаперское желание всегда помочь другому, никто не против что-то там лично раз подсказать, спрашивать правильно тоже варианты. Я там часто говорю, кто-то там пишет в личку и так далее. Не обязательно встречаться. Сформулируйте коротко вопрос, мы постараемся коротко ответить. просто некоторые там говорят, знаете, частая ошибка. Блин, можно встретиться. Окей, а чем проблема? Да, там долго писать. Вот, знаешь, мне лень, а тебе нет. Это звучит так. Поэтому расписать четко проблему, это же не проблема. При том, что вы теперь уже пичиться умеете, да, вы умеете коротко пичиться. Потому что некоторые говорят, блин, там, короче, это не так быстро скажу, там, полчаса мне надо, чтобы рассказать, что мы делаем. То, что за проект полчаса у тебя в Google, там будет одна строка для рекламы, и ты не можешь его вместить туда, тогда это вообще проблема с рекламой будет. Поэтому вот это, вы же можете писать в Астана Хаб вообще на аккаунт Инстаграма, мне пересылали вопросы, которые сегодня, вчера писали. Мы можем отвечать, можете и нам тоже писать. При том, что они у вас будут возникать не прямо сейчас, а когда вы пойдете начать, начнете делать там MVP-шки свои и дальше перейти продукты. Ребята, если есть еще вопросы, можете задавать. Если нет, тогда хотела сказать вам большое спасибо за участие и пожелать вам удачи, действительно. Я надеюсь, что сегодняшний эфир был для вас полезен, что вы будете расти и дальше, даст вам такой толчок для роста. И, конечно же, спасибо большое Ержану, Жандосу. Ребята, я также желаю успехов, чтобы они привлекали еще больше инвестиций, чтобы еще больше клиентов было, чтобы все временные трудности, которые сейчас есть там у каждого до связи с карантином, мы преодолели. Я надеюсь, что мы будем собираться еще чаще, да, в новом формате. Большое вам спасибо, Ержан, Жандос и участникам. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Да, круто, круто. Спасибо. Надеюсь, мы не помешали хотя бы. Ладно, ребята, спасибо, я отключу. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Счастливо, счастливо. Всем счастливо. Эфир мы сохраним и, возможно, мы выложим на YouTube-канал, так что, в принципе, будет возможность посмотреть. Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...